Привет! Это Серёжа Рассказов. Вы на моём канале. Я запускаю новый спецпроект, как всегда. И он посвящён снова книгам. Я сейчас нахожусь в Сан-Галине. Эта библиотека вокруг меня называется Ситтерверк. Это художественная библиотека. Здесь более 30 тысяч книг и различных материалов по скульптуре, архитектуре, дизайну, искусству и так далее. По всем этим сферам. И сейчас здесь проходит выставка издательства Roma Publications. Вокруг меня 425 книг, изданных в этом издательстве за последние 30 лет. Книги изданы фантастически качественно, с невероятной точностью, с невероятным вниманием к деталям и с любовью к верстке, типографике, к книжному делу. То, как это всё вокруг сделано, я попытаюсь вам показать от силы несколько десятков, может быть, пару самых интересных книг, которые я здесь замечу. Я не обещаю, что я замечу все, но что-то вам сегодня покажу и вдохновлю. Я сегодня переночевал в этой библиотеке, спал прямо здесь на тренсоле между книг и проснулся вот с 6 утра, чтобы записать вам это видео. Если что, вот здесь вот есть всплывашка, посмотрите мои предыдущие проекты, которые я делал до этого. Это выставка плакатов или выставка лучших книг Швейцарии. Обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий во время просмотра этого видео. Подпишитесь на мой канал и приятного просмотра. Начать, конечно, стоит с истории. Почему Roma Publications? Roma Publications – это нидерландское издательство. Находится в Амстердаме. К Риму не имеет никакого отношения. Это чисто типичная голландская шутка. Это самая первая книжечка, которую издали Роджер и Марк. И по первым двум буквам их имен, Роджер – это Ро, и Марк – это МА, появилось название этого издательства. И так оно из шутки сохранилось и переросло в одно из культовых издательств, в котором с любовью создают книги. Это 1998 год. Здесь есть вот такие выноски. То есть, мне кажется, для дебюта это шикарное издание. Смотрите, какие есть моменты. Вот такие. Вы их еще не раз встретите и увидите. Такие детали в книгах издательства Roma Publications. Такой вот заголовок. Ну, поехали дальше. Это Roma 28. 28-ое издание Roma Publications. И в нем находятся все самые характерные признаки этого издательства. Начнем с него. Во-первых, очень простая печать. Очень приятная бумага. Все очень просто сделано. Максимально эффективно, эргономично. Хороший антиквенный шрифт. Но дальше, смотрите. Вот он берет и за воротом обрезается. То есть, у нас с каждой страницы они не обрезаны, а просто сложены пополам. Печатные листы. И получается вот такая воздушная, приятная форма. Сам корешок скреплен на две вот таких скрепки. Просто металлические скобы. Вот такой хороший гарамоновский шрифт. Внутри просто фотографии и какие-то рисунки. Я не могу вдаваться в концепцию каждой из книг. Простите. Но просто покажу и полистаю. Напечатана она вот таким вот монохромом. Очень изысканно. Следующая шикарная публикация. Она очень тоненькая. Она никак не скреплена. Это просто отдельные листы. У нас такой любовью сделано к типографике, к материалу, к форме. Есть очень тонкие странички. И видите, заголовок просвечивает. Но на самом деле он напечатан задом наперед, зеркально. И то есть он работает только на просвет. А когда ты закрываешь, вот получается такая красота. А потом открываешь, и у тебя вот такая типографическая, фантастическая вещь. И на просвет это просто работает. Ты прямо осязаешь книгу. Ты не просто употребляешь информацию, ты с ней взаимодействуешь. Это невероятная вот деталь, с которой приятно взаимодействовать. Дальше здесь, я не знаю что, здесь поэтическая какая-то панорама. И дальше в середине снова очень лаконично сделан вот такой же зеркальный изголовок полупрозрачный. И дальше потом на развороте он выглядит вот так. Вот. Roma Publication 34. Такая шикарная вещь. Да, я хочу сказать, что Роджер Вильямс, я у него пытался взять интервью, может быть сейчас оно появится. И, конечно, он основной дизайнер, основной соиздатель, основной типограф и фанат очень точной, аккуратной типографики. То есть это главное лицо, главный двигатель, а Roma Publications это Роджер Вильямс. Роджер Вильямс Италия Вильямс Италия и это как-то ограничено, это всегда такой же контакт, для того, чтобы письма перевернуть в квадрате, это зависит от этого размера до этого размера, но это все. Но внутри этих ограничений и ограничений есть много возможностей, и я также люблю играть с возможностями что вы имеете в производстве. Поэтому нужно знать, что может быть сделано на принтере, а также на бинтере, и о том, что есть доступ. И вы всегда говорите о том, что папа, который вы хотите, не доступна в правильный направлении, не доступна в правильный размер, не доступна в правильный размер. И это как пузыль, чтобы эти вещи вместе. И это что-то, что никогда не забудет. То есть, даже если варианты иногда маленькие, или не так спектакулярные, то это еще очень хороший игрок играть. И люди также учатся внимательно видеть изменения. Люди понимают, когда книжки хорошо сделаны, я думаю. не все, но многие люди, особенно люди, которые связаны. еще пара публикаций. Первая, которую я хочу показать, это уже 56-я публикация. Снова у нас странички не разрезанные, а просто свернутые пополам, с воздуха внутри. Вот они вот такие. Это типичный почерк Рома Публикейшнс. Благодаря такому методу склейки, развороты получаются максимально раскрытыми. То есть, у нас все самые твердые, серьезные вот эти вот места, они свернуты, сложены. А здесь очень тонкий получается такой аккуратный корешок. Смотрите, какая обложка. Смотрите, какой корешок, проклеенный красным клеем. Видите? Вот такой вот корешок. Смотрите, какая мощная типографика. Большой заголовок под заголовки. И дальше просто такой гильветикой основной текст. И здесь вот это вот место, которое обычно скреплено, оно здесь просто напечатано такой вот растушевкой очень муварной, такой очень приятной. Дальше первый разворот. Такая жирная гильветика и мелкие оглавления. Дальше. Дальше. И вот так. И вот так. Смотрите, как хорошо заверстанное интервью. Здесь есть открыточка. Прямо фотография напечатанная. И дальше есть вставка из розовой бумаги. Фантастика. И вторая публикация. Автор снова Марк Нацизан. Вот его имя. Можете сами прочитать и понять. Книга. Полностью написанная этим Марком от руки. С вот такими подчеркушками. Раскрывается тяжело. Не знаю. Ну вот вся книга так сделана. А корешок. И вообще обратите внимание, как хорошо сделана обложка. Такая модернистская. И смотрите, как сделан корешок. Я думаю, достаточно наступление. И теперь хочу показать с конца. Вот это одна из самых последних публикаций. 2021 год. И эта книжечка фантастически хорошо качественно издана, напечатана. Она вся состоит из вот таких на очень тонкой рисовой бумаге напечатанных вот таких полосок. Я не знаю, что они значат. Мне сложно разобраться. Но выглядит фантастически. Обратите внимание, здесь вот есть вот эти понтоны. Подписаны, ну не понтоны, а какие-то артикулы. Подписаны в углу. Здесь есть оглавление с вот этими штуками. По сути, я так понимаю, что вот это какая-то диаграмма с обложки. Она напечатана на всю книгу. Вот так. Вдохновляющая вещь. Обратите внимание, какая аккуратная обложка. Сзади. Как здесь в ромб модернистски сверстано все. Шрифт моноширинный. Вот так это все хорошо оформлено. Последняя страница такая оранжевая. И вначале что-то здесь на разных языках. Фантастически красиво, изящно, продумано. Ну и корешок. Смотрите, как выглядит. Фантастика. Довольно уеститая книга, но она очень качественно сделана. Смотрите, как она хорошо раскрывается. Вот так сделан корешок. Разумеется, в издательстве, которое настолько с большим вниманием относится к деталям, много книг по искусству. Например, вот эта книга, посвященная паттернам Карла Мартенса. Вот такой у нее корешок просто клеенный. И вот так это выглядит внутри. Похоже на предыдущие, что я вам показывал, да? Удивительная книжка. И в конце обложка еще вот так укреплена. Углавление. Углавление выглядит вот так. Никаких комментариев. Просто только паттерны. Шикарная книжечка, посвященная эксперименту Джетсету. Есть одна вот такая обложечка, маленькая мини-книжечка с вот такими композициями. Но обратите внимание, какой здесь конкрет поэтры. Как она хорошо сделана. Такой конструктивизм в типографике. И вот большая книжка, посвященная эксперименту Джетсету. Ну, в этой книжке вы можете увидеть, пощупать. Здесь тканевая такая обложка проклеенная. И дальше очень лаконичная, простая типографика. Очень модернистская. Это же эксперименту Джетсет. Черно-белые фотографии, напечатанные вот такой вот прям муарной сеткой. Растровой сеткой, извините. Перемешаются вот такими розовыми вставками. Выглядит это вот так. Еще фотографии, еще фотографии. Еще, еще цветные пошли. И дальше у нас в конце выходные данные всевозможные. Очень красиво, качественно сделанная вещь. Идти инверсия. Корешок. Приятная вещь. Так она выглядит. Очень приятно ее в руке. Очень хорошо открывается. Все как надо. Еще одна книжечка из той же серии. Про экспериментов Джетсет я уже не буду сильно вдаваться в подробности. Главное, посмотрите, как она сделана. Снова есть маленький вкладыш. И обложка. Обложка в данном случае это супер обложка. Она снимается под ней. Вот такая очень качественно напечатанная. Но при этом очень низком разрешении фотографии. С такой сеткой растровой. Шикарная вещь. Ну и дальше, как и в предыдущем выпуске. Такая же сетка, такая же система, такая же структура, такая же логика. Но вот такие очень эффектные перебивки. Конкретпойтвы. Такая красота. Такие вот крупные какие-то рубрикации на страницах сделаны еще. Вот так. В конце немножко фотографии разноцветных. И настолько реалистичны, я сначала подумал, что это действительно бумаги вырезаны, но это просто фотографии напечатаны. Такая красота. И в конце последний такой на супер обложке маленький кусочек. Еще одна сумасшедшая книга, посвященная Карлу Мартенсу. В данном случае здесь уже не просто паттерны, но это полноценный каталог с интервью, с какими-то красивыми вставками. Обложка, смотрите, обратите внимание, снова состоит из двух половинок. В начале и в конце. Еще одна фишка Roma Publications. То есть они вот так вот укрепили ее. Раскрывается идеально книга. Обратите внимание, какие внутри. Типичные нидерландские такие, голландские, голландский панк внутри. Это типичный, самый характерный дизайнер Нидерландов. Ему посвящена книга, и она оформлена очень в его духе, очень в его стиле. Красиво. Обратите внимание, как заверстана в таким полужирном гротеском. Это тоже очень типичная нидерландская типографика с минимальными отступами. Если вы увидите книгу Кричевского, где примерно такой же набор, и Кричевского за это такой набор ругает, то Кричевский вдохновляется голландцами своим полужирным набором. Вот такая красота. Посмотрите, какие яркие цвета. Впечатляюще. Что творят голландцы? Вот. И на корешке еще даже что-то написано. Я сейчас не могу, спешу прочитать. А, Aroma Publications, наверное. И вот здесь вот, я не знаю, я попытаюсь сейчас фокусироваться камерой. Вот. Видите, на корешке написано какое-то оглавление, судя по всему. Ну, это настолько очень тоненькими буквами, очень толким почерком. Фантастика. Фух. Ну что. Спасибо, что смотрели. Это был невероятный опыт. Я рад, что я приехал в такую даль. Я ехал четыре с половиной часа, чтобы добраться до Сан-Галлина, до этой выставки. Это было очень непросто. Я очень устал. Сейчас мне предстоит такая же дорога обратно в Лозанну, домой на поезде снова. После этого у меня сегодня еще будет консультация, в общем. И я надеюсь, вы отблагодарите меня за мой труд. Вы можете отблагодарить на Патреоне. К сожалению, посмотрите, у меня осталось всего три патрона. Все остальные патроны, к сожалению, удалились по причине того, что российские карты Патреон больше не принимает. Поэтому у меня есть в описании ссылка еще на Boosty. Пожалуйста, поддержите выход этого видео. Как вы можете заметить, у меня появилась еще более качественная камера. Теперь вы можете в лучшем качестве и в лучших деталях рассмотреть все те объекты, которые я вам показываю. Это все было сделано. Я обновил камеру благодаря поддержке Патреонов. За год накопилась нужная сумма. В общем, любая ваша поддержка будет очень полезна. И вы можете поддержать меня по ссылкам в описании. Обязательно еще также подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк. Это очень поможет развитию канала и вдохновит меня делать больше таких видео. Каждый ваш отзыв я читаю внимательно, отвечаю. Можете задавать вопросы. На них я отвечу в стриме, который в скором времени проведу. И спасибо за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok